Нам показывают повторы самых ярких и опасных моментов со старта этого поединка. Ну и по статистике давайте пробежимся. По итогам этого матча 68 на 55. В пользу нефтяника это броски. По броскам в створ также преимущество за альмитерцами 34 на 25. Впереди нефтяник и по вбрасываниям 28 на 22. И по силовым приемам 15 на 10. И по отборам 5 на 4. И по потерям 9 на 8. Уступил нефтяник только по блокированным броскам 20 на 22. Ну и самое главное уступил конечно нефтяник это по счету. Собственно решающая шайба была заброшена. В овертайме ее автором стал Антон Андриянов. Один из самых опытных хоккеистов Рязани ВДВ. В ассистентах у него Петраков Иванин. Таким образом Андриянов поставил точку в этом матче. И позволил Рязани ВДВ склонить чашу весов в свою сторону. Ну а нам показывают как был открыт счет в этом матче. Первая шайба была на счету. Первая засчитанная шайба. Здесь очень важно уточнить на счету Исаака Валицкого. Здесь у него в ассистент Птиченко и Алиев. Алиев классную передачу выдал. И Валицкий в одно касание буквально как стрелой. Как стрелой эту шайбу пустил без шансов для Альметьского Нефтяника. Нефтяник очень долго подбирал ключи к вороту Максима Еременко. Пытался с помощью разных вариантов взломать оборону соперника. И в большинстве успел Нефтяник поиграть. И в меньшинстве был опасный момент для того, чтобы поразить ворот соперника, когда Кизатуллин убегал на рандеву. Но всякий раз либо неточность хоккеиста Нефтяника, либо надежная игра на последнем рубеже Максима Еременко, либо все-таки полевые его подстраховывали. Но рано или поздно труд в песок не уходит. И все-таки активная игра Нефтяника у чужих ворот. А по статистике вы поняли, что Нефтяник больше атаковал и чаще бросал. Она принесла свои плоды. Нам сейчас показывают повторы второго периода. Во втором периоде заброшенных шайб мы с вами не увидели. Хотя моменты были, но, прямо скажем, не так уж и много. Один из самых опасных, вот мы сейчас наблюдаем. Здесь капитан команды Иван Пищенко мог снять все вопросы относительно победителя матча. Ну и вот, собственно, в третьем периоде Бровкин выкатил шайбу на пятак. Комков и Лазарев активно за нее поработали. И, как итог, Лазарев завершил усилия партнеров. А Бровкин и Комков у него в ассистент. В прошлом году Бровкин и Комков играли с Кириллом Крутовым. Прямо сейчас Кирилл Крутов выступает в континентальной хоккейной лиге. Относительно недавно забросил шайбу за Казанский Аквар, свою первую шайбу в новом сезоне именно в КХЛ. Но вот как раз-таки его место занял Максим Лазарев, который присоединился к команде в межсезонье, который ранее выступал и за Акварс, и за Барс, и за Альнецкий нефтяник. И, собственно, второй раз вернулся. Говорят, нельзя войти в одну реку дважды, но Лазарев сейчас один из главных бомбардиров команды наравне со Славом Хасановым. И очень полезно себя проявляет в атаке, поэтому не случайно, что именно он отличался. Счет 1-1 продержался у нас до конца основного времени матча. И вот здесь как раз-таки наблюдаем. С этого ракурса ничего не видно. Ну и с этого, собственно, мы тоже не увидели. Раз ни у кого сомнений не возникнут, то и мы с вами оспаривать не будем. Антон Андреянов ставит точку в матче, Денис Ванин, Иван Петраков в ассистентах. И со счетом 2-1 Рязань одерживает победу в овертайме. На этом мы заканчиваем наш репортаж. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Благодарю творческую бригаду во главе с режиссером трансляции Андреем Федоровичем Пещерова. Меня зовут Севлод Боркин. Увидимся на хоккее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова